приветик сегодня мы с вами получимся рисовать вензеля такой небольшой мой выход перископ я подготовила один типсик черный чтобы было по виднее поярче и покрыл его матовым таким бархатным топом и ну чтобы не бликовала вам да что было видно и второй тоже покрою сейчас как раз быстренько сделаю покрытие ой привет сердечки полетели вижу что народ с нами да ногти у меня тоже покажу отдельно пару слов скажу о них так девочки покрываю сейчас типсик привет привет икркутск привет ой машулина албантова с нами тоже привет соскучилась уже по всем невозможно вот так покрываю сейчас таким фиолетовеньким нет ногти не конкурсные девочки ногти жизненные жизненные в плане ой какая у нас страна большая да да я с ногтями уже уже вообще вот у меня здесь не знаю видно вам или нет вот это бык конечно не могла не использовать кристалл пикс вот это вот они все потрясающие конечно кристалл пикс и я общать них в восторге девочки кто еще не заимел да они нереальные вообще вот кто не заимел еще тот но это конечно дело левой рукой поэтому где-то и что-то там не очень ровно но все равно я вот их делала такими аккуратными старалась так на что креплю я если честно на одной руке но поверьте недорого то что огромное количество вот этих кристаллов их огромное количество и очень мелкие у них конусы с двух сторон очень интересные да реально с такими ходить я хожу и многие мастера я думаю тоже ходят вот сама делала да и очень удобно все удобно так девочки теперь я беру еще сверху кошачка вот у меня кошачок созвездия водолея поближе сейчас фокусируется в украине я думаю тоже на кристалл пикс и не знаю даже вот это эльда урель кошачок и покрою еще кошкой ну у меня сегодня такой экспромт выход перископ быстренький да потому что там ехать на день рождения да паси вальчика привет красоту наконец-то соскучилась по ногтям и вот у меня был один выходной я решила его посвятить созданию своих ногтей потому что я так по длине кристалл пикс и ну в принципе не знаю я вчера делал этот ноготь я не очень ощутила что что-то цепляется вот так я нанесла кошачка и теперь примагничу быстренько смотрю сейчас девочки под камеру не вижу чего там пишите поэтому я смотрю на то как у нас будет блик создаваться вот ногти конечно настоящее все у нас только настоящее кто бы сомневался так в чем смысл сегодняшней мотра мои трансляции в том что будем учиться рисовать вензеля некоторые не понимают как их строить конечно это большая тема и в связи с этим у нас приедет к нам мария теплова с вензелями в мае 3 мая могу пригласить всех вот но я покажу из первого уровня художки простенький вариант магнит на обычные девочки магнит не знаю какой прям конкретно безымянный такой сейчас покажу как мы будем рисовать сами не знаю бумаги показать вам схему как я буду рисовать или нет или так будет понятно скажите пожалуйста я буду на типсерис нарисовать да на бумаге какие-то буду делать тогда я сейчас ручку возьму девчонки прям 5 сек тогда ладно будет подождите меня вот возвращаюсь доски маркер привлокла покажу так ну вот к примеру здесь вот хожу ногами все хорошо так смотрите вот к примеру у нас вот так вот типс я хочу расположить вензеля здесь я два варианта нарисую один вот такой то есть мы от кутикулы рисуем волну она такая не очень волнистая теперь вот смотрите у нас вот здесь углубление есть сюда поставлю точку широко и и не вывожу здесь поставлю точку тоже ну как бы в углублениях вот здесь но давайте сейчас на ногти не отвлекаться смотрим на саму работу да и так вот под этим самым выпуклым местом мы ставим точку и отсюда будут у нас идти как раз вот эти вот закругление вензелей я беру сейчас из этой точки вывожу линию и она должна повторить вот этот изгиб который у нас идет то есть не как-то в другую сторону а именно повторить этот изгиб здесь соответственно в другую сторону вот таким образом у нас получается волна дальше из этой же точке которые мы начинали работать из этой же точке еще раз говорю мы ведем вверх и закручиваем еще одну такую спиральку видно такой более сложный вариант получается еще один так рисуем вензеля вот у нас уже посложнее вензели получились и дальше мы будем заполнять вот эти участки такие с такими уплотнениями тоже повторяющие наши линии маркером это сложно нарисовать конечно вот такие у нас будут ой девчонки ну не реагируйте пусть народ там чуть хочется и что мы с вами пришли сюда за вензелями да так и теперь мы делаем точки допустим какие-то дальше мы сделаем две линии дорабатывающие и поставим здесь точки я буду рисовать гель краской можно рисовать гель лаком краской просто ну и какую-нибудь еще одну нарисуем историю на кошачке вот на вот этом кошачке вот распределю его вот в этой зоне этот вензель ну и доработаю наверное еще вензель буду строить вот таким образом главный вензелечек можно его тоже раскрутить посильнее дальше от этого же вот чуть отступаем прямо на него же мы держимся его же еще ли не еще еще то есть один вензель но к нему крепится несколько элементов можно сделать другую сторону но это уже как у нас там по месту да мы бы посмотрим девочки можно доработать доиграть тоже вот в этой зоне несколько элементов все ну что начнем да с вами сейчас на типсочках работать последний раз говорю что с такими ногтями жить и очень удобно все удобно поэтому мы не отвлекаемся и так я беру гель краску у меня гель краска вот такая ультравайт от вивольт это белая насыщенная гель краска которая которая с липким слоем не знаю кто-то любит более широкий кто-то узкие у меня они параллельные абсолютно ровные так девочки у меня кисточка вот такая вот тоненькая синтетика сейчас они тоже появились очень классные кисти многие с ними уже знакомы так я пропитываю кисть красочкой пропитала кисть краской и начинаю рисовать вот эту вот волну кому надо тот смотрит да девочки веду медленно потому что это все-таки гель краска чтобы у нас получилось линия хорошая я не спеша это делаю на клиенте на самом деле я это делаю без вот этих точек которые сейчас поставлю так как мы с вами учимся здесь среди нас есть новички я уверена которым интересно как это делается вот так из этой точки я теперь веду вниз и выхожу в эту же линию которая у меня уже была еще раз вниз и выхожу в эту же линию дальше с этой стороны тоже самое делаю не спешу кристаллы тоже у нас можно купить мы представители официальной по воронежу являемся но можем выслать другие города или поищите представителей в своем городе а так можете вконтакте у нас найти здесь вот они наши ссылки пожалуйста делать на повседневку носите гель-лак я на повседневку ношу такие ногти и кайфу от этого так я стараюсь вывести линию и повторить вот этот же изгиб как бы он туда у нас ушел сейчас если вы сомневаетесь то там растечется нет я знаю что они не растечутся но если вы боитесь вдруг что-то то можете подфиксировать в лампе несколько секунд я фиксирую подфиксировала можно еще пигменты затирать так как в липкость у нас есть выделывать ну господи в гель-краске есть липкость теперь могу так видно да могу сделать вот эту огибающую еще раз вензелёчек нашу линию еще медленно веду потому что у меня матовое покрытие и по нему естественно более сложно работать до поматового покрытия это если мне хочется расширить наш вензелёчек советую новичкам для работы с гель-лаком или с гель-краской использовать именно синтетическую кисть синтетическую кисть которая хорошо держит вот упругость можно рисовать обычными красками акриловыми тогда лучше колоночек подойдет этого двоечку беру рисую двоечкой так дальше рисуем нажим их тоненько обнимашку сделали с другой стороны таким образом заполняем так девочки не обращайте внимание они на кого пожалуйста я уже это все проходило несколько лет назад смотрите я еще от этих вензелей могу такие хвостики вытащить так фиксирую несколько секундочек тоже буквально я сейчас показываю учебное такое некое пособие которое поможет новичку в создании я понимаю что для профессионала это не новинки какие-то а для новичка очень удобно очень понятно я сейчас стараюсь провести прямую линию она не должна быть очень тонкая вот прямую линию с одной стороны с другой стороны так и поставлю еще точек ставлю точечки где-то у меня там слиплась одна не страшно сейчас просто технические моменты демонстрирую так дальше поставлю где-нибудь могу поставить точки между нашими вензельками достаточно наверное будет при желании томата или глянцевый финиш пожалуйста можно втереть пигмент в дисперсию дальше вот таким образом у нас тут кошачок получился я нанесла фиолетовый сверху фиолетовый тоже да и теперь буду рисовать вензелечек сверху сначала главный вензель рисую дальше могу закрутить этот вензелек посильнее дальше вензел даже полемпийц перерабатываю вензел перебросы вензел 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 пигмент вензел от Спасибо всем за внимание к моим ногтям, так хорошо их все обсудили, видимо, нравится, интересно. Сюда добавлю элемент, также как я на листочке бумаги сейчас рисовала точно так же, здесь маленький вензелёчек, как-то хочется тоже добавить каких-то элементов дополнительных. Еще раз говорю, что эта тема у нас такая для новичков, девочки. Как нарисовать вензелёчки. Кто не успел, кто не присоединился сначала, тот может посмотреть, я там тоже схему рисовала, как нам это сделать все. Какие-то элементы еще дорабатываю, даже вот хочется соединить вот здесь. Все предыдущие уроки вы можете посмотреть у нас на сайте azarva-res.ru. Также у меня будет интересный курс салонных дизайнов в Москве, я у Веры Волковой тоже. Да, оставим записи и на сайт выложим, потом, пожалуйста, досматривайте, кто не успел. Так, ну тоже точек охоты где-то наставить дополнительно. И чтобы сделать более такую ажурную работу, нибудь поставить точечек немножко в каких-то промежутках. Вот видно, сразу такая повеселее работа получается. Сверху вот тут поставлю. Так, ну не буду я снизу дорабатывать, много я здесь и так доработала. Сейчас покрою это все дел топом, а могу и не покрывать, потому что это так образцы сейчас-то не очень важно. Да, вот пока у нас сушится, еще раз покажу вам мои ноготули. не знаю, как вам будет видно, вот так. Это бык такой тут у меня. Вот. Это форма Edge моделирования, это акрилом смоделировано. Вот. И сверху витражными гель-лаками дизайн. Немножко вот здесь кошачий глаз дизайн сделанным. Вот здесь кристаллы Сваровские и пиксики, да, и кристалл Пикси. Очень классные. Вот. Вот. Вот у нас свет сбоку Edge. Вот изнутри арочки. Это левой рукой делала. Не знаю, видно, нет. Толщина небольшая, конечно, гель-лак. Спасибо. Гель-лак немножечко дал толщину кое-где, но ничего страшного. Здесь серебряная фольга, напечатанная на Winx. Я этот дизайн показывала на гель-лаке. Тоже у меня на сайте висит, поэтому можете посмотреть, как это делается. Ну и вот добавила немножечко тоже вот окантовочки. Все вот добавила гель-краской черной. Вот. Так что вот такие вот у нас сегодня ноготочки. И вот у нас получились пару дизайнов. Не буду сейчас их топом покрывать, не страшно. Еще раз говорю, это быстрые вензеля для новичков, которые только учатся рисовать. Да, пожалуйста, фотографируйте. Сейчас попытаюсь вот так сделать. Вот. Чтобы все попало вам в кадр. И схема, и наши контакты. Добавляйтесь в соцсетях, девочки. Здесь в Перископе активная ссылка на мою страничку ВКонтакте. Добавляйтесь в CrystalPix и вышлем, если что хотите. Другие какие-то продукты тоже. Все у нас есть в наличии. Также обучение по вензелям будет проходить у нас 3 мая. Мария приедет к нам в Теплово. Очень много техник, поэтому, пожалуйста, в Москве я буду преподавать 13 апреля. Если будет интересно, пишите по дизайнам. Будем салоны техники, огромное количество проходить. Поэтому присоединяйтесь к нашей группе. Стоимость там небольшая, всего 3500. Да, приходите, обязательно увидимся. Вы в Москве, да. Порисуем, поделаем какие-то интересные вещи. Обещаю, что скучно не будет. Вот, поближе. Сейчас у нас строится все это дело. По-быстренькому, да, у нас получается. Да, очень легко это все, девочки. Вы только попробуйте. Курс для новичков. Да, он для новичков подходит. Если аллергия, то таблетки ЛРТ-1 и массе на фланг. Само из простого. Вот еще раз мои ноготочки. Поближе сейчас сфокусируются. Я их выложу в фотографию. Обязательно. Вот видите, кристалл пиксы, они меня, конечно, поразили вообще. Они такие потрясающие. Я вам передать не могу. Они мерцают просто супер. Они очень красивые. На что крепила? Я крепила на вот этой руке, на базу Коди. На вот этой руке, на базу, как я обычно креплю. Мне просто посоветовали в предыдущих выпусках Перископа на базу Коди посадить. На этой руке я посадила их на базу Foundation от Hermony. Поэтому вот буду тестировать, смотреть, как это все носится. В Foundation я уверена. Я в Коди пока еще не уверена, но буду пробовать. Поэтому потом расскажу, что и как. Какой размер стразиков. Вот эти, по-моему, из 20, если не ошибаюсь. По времени я делаю сами ногти, наверное, часа 4. Ну и дизайн тоже. Матовый топ фирмы Эль Лаурель. Вот такой вот посоветую. Он прям бархатный. И он сохнет в LED, в UF. Во всех вообще лампах, каких можно. Можно только сушить, они сохнут. Также очень нравится топ на Яда. Но он сохнет только в UF. Или в гибриды. Он не сохнет в LED. Кто в LED работает, он не сохнет. Вот такие вот у нас истории, девочки, сегодня. Вот такие типсики. То, что мы сегодня сделали с вами. Тоже добавим на сайт. Сайт у нас вот здесь. Азарова-с.ру Можно посмотреть вот здесь предыдущие трансляции. Пожалуйста, посмотрите какие-то другие мастер-классы. Я думаю, будет интересно. Ну, буду с вами прощаться. Всем счастливо. Рада была вас всех видеть. Спасибо, кто дарил мне сердечки и приглашал своих друзей. Вот. Приходите. Очень буду рада познакомиться. Я думаю, что вам будет интересно на этом курсе. Вот. Поэтому до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова